дорогие друзья всем привет сегодня с обзор на три модели среднечастотников от блама эта модель r80 lm 80 и lfr 80 казалось бы они одинаковые хотя в зазор в цене довольно таки большой сейчас будем разбираться почему это абсолютно разные динамики и почему их стоит ставить в разные системы поехали начнем с модели r80 откроем коробочку и посмотрим что же находится внутри во-первых инструкция а во-вторых сами динамики что в них можно сразу же заметить во-первых металлическая сетка во-вторых пластиковая корзина терминалы сделаны под клеммы диффузор сделан из целлюлозы прессованного достаточно легкий при этом жесткий и стандартный ферритовый магнит пройдемся по характеристикам модель r80 играет от 150 до 23000 герц номинальная мощность 25 ватт и сопротивление 3 ома стандартные хорошие показатели но есть нюанс чувствительность у них 86 децибел это достаточно много это интересно еще послушаем теперь модель lm 80 открываем коробочку внутри сразу же видим инструкцию на lm 80 естественно и сами динамики что можно про них сказать металлическая сетка которая хорошо защищает летая корзина из алюминия что довольно таки интересно терминалы под болт которые очень хорошо впаяны в корзину и никуда из нее не денутся и диффузор который сделан из стекловолокна из-за этого он еще более жесткий еще более легкий сплошные плюсы ну и снизу ферритовый магнит достаточно высокого класса теперь поговорим про характеристики модели lm 80 играют они от 100 до 25 тысяч герц а все остальные характеристики схожи кроме чувствительностью и так сопротивление 3 ома посадочная глубина 45 с половиной миллиметров диаметра звуковой катушки 20 миллиметров с чувствительностью них 87 и 6 децибела еще выше чем модели r80 ну и в купе с более легким диффузором получается что можно добиться более качественного и громкого звучания ну мы это еще проверим поехали к следующему открывать коробочку уже не будем там та же самая комплектация перейдем сразу к динамикам металлическая сетка диффузор из того же стекловолокна что и в модели lm 80 однако губа уже резиновая далее алюминиевая корзина терминала такие же под болт однако здесь уже стоит неодимовый магнит частота их игры от 150 герц до 37000 герц фактически это широкополосники остальные характеристики то есть диаметр звуковой катушки в 20 миллиметров сопротивление в 3 ома и посадочная глубина в 45 с половиной миллиметров совпадают с остальными динамиками в нашем сегодняшнем обзоре ну что ж теперь будем разбираться как они играют что лучше что хуже что стоит своих денег а что нет поехали поэзболистом 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, прослушали все динамики, что можно сказать. Модель R80 играет достаточно хорошо. Однако низких от нее ждать совсем не стоит. То есть средние, высокие и высокие отлично выдаются детализация на достаточном уровне для своей ценовой категории. Далее модель LM80. У этих ребят все чуть-чуть получше. Они могут забираться чуть-чуть пониже, добавлять низкие тона голоса. И добавляют их очень даже хорошо. По детализации все еще лучше. Ну и далее модель LFR80. У этих ребят все совсем отлично. За счет неодима, за счет легкого и жесткого диффузора у них получается и забираться на самые низкие частоты голоса, и забираться на самые высокие частоты. Детализация просто невероятная. Ну скорее всего микрофон камеры не справился. Однако, мы послушали на нескольких треках, детализация прям отличная. При этом дифференциация такая же хорошая. То есть слышно и электрогитару, и голос, и все раздельно. Различные другие струнные или бутуховые инструменты также отлично слышно. Все различается, все разделяется. На самом деле на этом сказать больше нечего. Надо слушать просто самим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте себе качественную акустику. Спасибо за просмотр.